Представим, что у нас идёт вот эта труба, по ней течёт водички. Это может быть водопровод, может быть отопление. И нам нужно на один радиатор запустить эту воду и на второй радиатор. Для этого используется вот такой фитинг, который называется тройник. Вот так увлекательно и наглядно проходит первое мероприятие с учащимися профильных инженерных классов на базе Брестского технического университета. Заведующий кафедрой теплогазоснабжения и вентиляции Владимир Новосельцев не только знакомит ребят с современным энергосберегающим оборудованием. Рассказывает, как монтируются трубопроводы, функционируют отопительные приборы, но и предлагает самим выполнить простые практические задания. Мы заключили такое, это договор достаточно интересный и для университета он впервые. И это договор на создание инженерных классов между гимназией номер 2, средней школой номер 20, это как раз Ленинский и Московский районы, управлениями образованием и унитарным предприятием Брест-Болгаса, нашим университетом. Эти классы уже были, в них были набраны ребята и девчата, и вот сегодня у нас первое мероприятие с ними. Они уже общались с производственниками, то есть Брест-Болгас уже показывали им свои возможности, перспективы трудоустройства, работы, значит, в будущем. А сегодня мы впервые встречаемся с ними и будем показывать, как они будут учиться. Юноши и девушек из инженерных классов мотивируют к поступлению на специальность теплогазоснабжения, вентиляции и охрана воздушного бассейна. Ведь кафедра, которая в 2008 году создавалась с нуля, сегодня самая современная в Беларуси по оснащению и включает пять лабораторий, оборудованных по последнему слову техники. Такая форма работы помогает заинтересовать ребят и помочь определиться с будущим выбором. Здесь множество интересных технологий. Нам рассказали про сборку, про различные крепления. Также нам дали сделать что-то самим практическое. Чем больше информации ты получишь о своей специальности, тем лучше ты поймешь, действительно ли ты хочешь с ним заниматься. Эта специальность всегда будет востребована, потому что люди всегда в этом будут нуждаться. Нет, возможно, когда-нибудь в будущем роботы и заменят нас, но сейчас это будет востребовано. Поэтому инженерные классы созданы для тех ребят, кто уже сейчас думает о будущем и желает на повышенном уровне изучать математику и физику. А для того, чтобы дополнительная программа обучения органично вплеталась в основную образовательную, заинтересованными сторонами был составлен и подписан план проведения совместных мероприятий на 2023 год. На сегодняшний день это проект, где есть четыре заинтересованных стороны, которые проявили интерес, которые нашли друг друга, предприятие, университет и два учреждения общего среднего образования. Я не исключаю, что будут и другие проекты, где будет университет, где будут другие учреждения общего среднего образования и будут, возможно, другие предприятия. Но на сегодня мы видим некую достаточность вот этого взаимодействия, которое зафиксировали в процессе утверждения плана работы. Подписанные сегодня планы показывают о том, что то соглашение, которое было нами всеми вместе заинтересованно, подписано в прошлом году, что мы идем верным путем. И уже за этот период проделана определенная работа. Мы встретились с родителями наших будущих учеников инженерных классов, мы встретились с ними самими на базе наших средних школ. Произошли также встречи на базе нашего предприятия и нашего филиала, где школьники увидели, как работает УБЛГАС, познакомились с его службами, даже поучаствовали в инструктаже, почувствовали себя какой-то частью нашего коллектива. Сегодняшний план, который мы подписали, это действительно очень большое дело, потому что профориентация детей идет уже со школьной ступени. Мы побывали на Бресту в Болгазе, дети увидели те условия, в которых работают работники в Болгазе, побывали в интерактивном музее. Мы скоро планируем, опять же, экскурсию на наш газоаппарат. И детям, конечно же, кроме знаний, которые они получат дополнительно на этих занятиях, они получат и практические навыки. Ну и кроме того, этот план работы поможет нам подключиться к тем мероприятиям, в которых участвуют и преподаватели, и студенты нашего технического университета. Основная цель такого сотрудничества – подготовка квалифицированных специалистов с учетом потребностей определенных заказчиков. Оно позволяет решить важную задачу по обеспечению предприятий высоко квалифицированными кадрами. А поскольку этот вопрос актуален всегда, подобные формы сотрудничества получат своё дальнейшее развитие.